добрый вечер спасибо за возможность задать вопрос спасибо мне же не зовут и в данный момент я разговариваю с вами из соединенных штатов смотрелась на солнышко что простите я смотрю у вас там солнце светит до хороший день летний уже мой вопрос насчет такого понятия как искренность и я хотел спросить что вообще значит быть искренним против вышли мы какие возможно существуют критерии наличие или отсутствие данной характеристики в человеке на что нужно обращать внимание чтобы поддерживать искренности чего опасаться чтобы не потерять ну тема наверное какой-то степени для меня интересно то есть вообще вот тематика такого рода она мне интересно какие-то нравственные качества духовные характеристики человека развивать их и в первую очередь сохранять конечно же либо вообще приобретать искренность тема большая я думаю что мы потом уже в комментарии к непосредственно к ролику поставим более подробные материалы о искренности но формате нашего с вами общения думаю несколькими такими вещами возможно же вам известными но поделюсь обсудим их во-первых в пятнадцатой суре священного курана в сороковом аяте там очень долгое повествование делала касательно того, что буду людей сводить с верного пути, приукрашиваю им грехи, все плохое буду им приукрашивать и буду их сводить с верного пути. Но в конце айата говорится . То есть кроме у Всевышнего тех, которые будут искренне. И в 41 аяте смысл его идет такой, что это, искренность говорит Всевышний, гарантированный мною верный путь. То есть, если постараться немножечко вникнуть, я вот к текстам открою. То есть, с одной стороны дьявол в начале 39-40 аят говорит, что буду я сводить людей, буду им украшать для них то, что греховно, то, что плохо, то, что скверно, чтобы они все-таки это делали и не обращали внимания на то, что это плохо. И в то же время подчеркивает дьявол то, что повлиять не смогу особо. То есть, как таково вообще, то есть, исключение говорит. То, что исключением из тех, на кого я смогу влиять, будут те, кто искренне пред тобою у Всевышнего. И вот дальше идет уже в 41-м аяте слова Творца . То есть, это гарантированный мною верный путь. То есть, наличие в человеке искренности, прививать себе это, развивать, стараться сохранить. Это в некоторой степени с учетом коранического текста. С одной стороны, это уже нейтрализует влияние дьявола на человека. С другой стороны, это некое божественное благословение, что человек идет верным путем по жизни. Не важно он слезарь, не важно он энергетик, нефтяник, учитель и так далее. Если в нем есть это качество и оно пред Богом, то в этом случае коэффициент полезного действия у него резко возрастает и сатанинское влияние на него становится практически минимизируется, либо вообще аннулируется. И вот в контексте этой темы здесь интересно есть высказывание у Зунуна. Один праведник, мусульманский ученый Зунун, я вам зачитаю и вообще так обсудим, сформулировал три основных признака искренности. Первое. Когда щедрая похвала и жесткая критика одинаково спокойно воспринимаются совершившим тот или иной благой поступок. То есть представьте себе щедрая похвала. Вас реально щедро хвалят. Вы стали прямо-таки лучшим в университете или самым популярным ведущим за последние 50 лет, например, в Америке, каких-то ток-шоу. Или вы стали самым богатым по рейтингу, по версии журнала Forbes, вы стали самым богатым в Соединенных Штатах Америки, к примеру. То есть в то же время вы, достигая того или иного, работая в эфире или средства информации, или имея серьезный материальный достаток. То есть во всех этих своих достижениях вы стараетесь расти, двигаться, развиваться и духовно, и интеллектуально, и материально, и физически. И достигая того или иного, в немалой степени, как верующий человек, достигаете это пред Богом. И вот вам реально получается то же самое. Если вы режиссер, сняли фильм, получили Оскара, все красиво, красочно вас показывают по всем каналам в мире. То есть вас узнают в метро, в автобусе вас хвалят, как хорошо. Но здесь у вас появляется, конечно же, чувство некоего, да, то есть вы довольны, вы радостны. То есть внутренне что-то, нечто такое нарастает, в какой-то степени величина. Какой вы все-таки стали значимой великой личностью. И вот он очень хорошо говорит, когда щедрая похвала воспринимается абсолютно спокойно. То есть человек нейтрально к этому относится. Тем самым он искренне. С другой стороны жесткая критика. Жесткая критика просто. Вы чего-то незначительного в жизни достигли, а у вас средства массовой информации на местном уровне, региональном, государственном, начинают давить, критиковать. Или какой-то недруг появился, который написал несколько заказных статей против вас. То есть жесткая критика против вас. Хотя вы только-только начинаете свой жизненный путь. И вам реально просто хотят обломать все, все перспективы, в том числе и психологически вас сломать. Вы искренне пред Богом. В своем учении, изучая что-то, в своем труде, трудясь работая, в своих достижениях научных и иных. Вы искренне. А потому жесткая критика абсолютно никак на вас не влияет. Наоборот, вас укрепляет и помогает вам сделать соответствующие выводы. То есть, если человек спокойно относится к этой жесткой критике, значит он искренне в своем стремлении чего-то достичь в этой жизни. Интересно второе изюнуна – уметь не замечать дела в делах. Вот так говорит, здесь пояснение. Когда ты не связываешь что-то хорошее, появившееся на твоем жизненном пути, с тем искренним, щедрым, благим, трудоемким, что было ранее тобою совершено. То есть, не замечать дела в делах. Вот сделать человек что-то хорошее. У него, например, ни с того ни с сего, мин хайту ля нахтасиб. То есть, в том же самаяте говорит, что Всевышний порой людям набожным дарует оттуда, откуда они не ожидают. То есть, человек 10 лет нарабатывал какую-то тему, далеко ушел по каким-то своим научным, профессиональным достижениям. И вдруг, ни с того ни с сего, по давно уже наработанной им теме, какому-то проекту, вдруг все это выстреливает, начинает развиваться и приносит сотни миллионов долларов дохода. И здесь важный момент в чем? Не видеть дела в делах. То есть, человек не говорит о том, что я такие значительные дела раньше сделал, или я такой искренний, или я настолько себя отдаю служению обществу, что Всевышний мне даровал, и я заработал эти деньги, например. Не связывать абсолютно. Человек заработал, заработал столько и столько, и хорошо один человек сказал, что и многие миллиарды евро – это пыль под нашими ногами, это не цель, это всего лишь средство. А мы движемся, и абсолютно не важно, не видеть дела в делах. Это второе. И третье. Усердно работая на благо мирское и вечное, забывать о воздаянии, что ожидает в тебе вечность. Хорошо сказал. Абсолютно нет. Человек это сделал искренне. Он не сделал даже с точки зрения понятия вечности. Он не подарил эти несколько, не купил, не принес бабушке несколько килограммов этих яблок или апельсин для того, чтобы у него какой-то в раю сад был. Абсолютно нет. Он сделал это искренне, пред Богом. Искренне. Ничего не ожидая даже вечности. Тоже хорошая вещь. Еще интересный момент. В одном из хадисов Кудси есть такие слова. Перевод этого хадиса такой. Искренность, говорит Всевышний, это одна из моих тайн, которую я доверяю, помещаю для хранения в сердца тех, кто любим мною. То есть, если человек любим Всевышним, то Всевышний ему дарует такое качество, как искренность и хранит его в сердце данного человека. Поэтому я думаю, что делать проблему, когда порой, например, люди говорят, вот я совершаю молитву, у меня всякие мысли лезут в голову. Я говорю, ну и неважно. Бороться с этим, как-то противостоять этому не нужно. Ты, в любом случае, настроен на то, чтобы совершать эту молитву. Ты проговорил намерение, ты совершил умывание. Ты спокойно выполни все рукные, все необходимые движения, все необходимые слова проговори, а то, чтобы идеально содержать в чистоте свой огромный мир мыслей от тех или иных веяний и каких-то инородных проявлений, это невозможно. Тоже самая искренность. Это невозможно, как некий бриллиант такой бесценный поставил в свое сердце и он постоянно там находится и нас воодушевляет, вдохновляет, движет нами. Абсолютно нет. Это то, как в хадисе говорится, это то, что даруемо Всевышним, если человек любим Творцом. Человек верующий, оно есть. Искренность всегда есть. Работа над этим. Но в то же время не стараться какую-то проблему делать из того, что сидеть и размышлять, насколько я искренен или не искренен. И вот здесь я процитирую одно повествование в материале по искренности, хотя интересно, редактор говорил, что стоит ли в вопрос искренности ставить это стихотворение. И я как раз говорю, что стоит, потому что порой мы искренность воспринимаем слишком наивно. Вот здесь смотрите, у Севруса есть такое стихотворение четверостишее. Уж лучше молчаливым, скучным прослыть и на комплименты не клюнуть, чем первому встречному душу открыть, в которую он может плюнуть. У Севруса все так грубовато звучит, но мне, честно говоря, вот это стихотворосийшее понравилось, потому что порой люди воспринимают, что искренен, он сейчас на распашку все на вся, будет свою душу открывать, а у нас менталитет российский, туда все, кому не лень, будут плевать. И потом человек будет говорить, вот я же был искренен, все всевышний, почему же так, почему все не так и так далее. Здесь искренность – это не то, что мы каждому встречному открываем свою душу, искренность – это в первую очередь пред Богом, когда мы делаем что-то хорошее и движемся дальше. Продолжительный монолог, но я надеюсь, вас не утомил. – Нет. – Ладно. – Совсем нет. Спасибо большое. Я много почерпнул тут, записал. – Отлично. – Спасибо большое. Я думаю, исчерпывающий ответ на мой вопрос. – Все, дай Бог. – Вопрос. – Рад. Спасибо огромное, что сформулировали вопрос. – Рад был пообщаться с вами. – Взаимно. Всего самого доброго. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.